МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в выпуске. Повышение стоимости лицензии на вылов Сёмги стал поводом для неформальной встречи рыбаков с руководством профильного департамента. Чем недовольны местные рыбаки и какой ответ они получили от властей? Поддержка на продвижение своего дела доступна каждому. В Центре развития бизнеса Ненинского округа продолжают принимать заявки от предпринимателей на выдачу микрозаймов. В Ненинском округе подвели итоги сдачи единых государственных экзаменов. Сколько выпускников справилось с испытаниями, а скольким придется проходить процедуру сдачи экзамена с начала осенью этого года. Руководитель окружного профильного департамента Михаил Ферин сегодня встретился с рыбаками-любителями в неформальной обстановке. Поводом для встречи послужило повышение стоимости северо-западным управлением Росрыболовства лицензии на вылов семги. Никто не знал даже, пришли, блядь, путёк, я уже говорят, три тысячи. Вот это же незаконно, с нашего кармана сразу рванули и вредно ограничили. Эти новости обрушились на рыбаков-любителей, как гром среди ясного неба. Многие из них признаются, рыбалка и раньше не всегда оправдывала понесённые затраты, а теперь и вовсе станет на вес золота. Как отметил руководитель окружного профильного департамента Михаил Ферин, стоимость лицензии регулирует северо-западное федеральное государственное учреждение, которое подчиняется Росрыболовству. Тот руководитель, он прислал мне письмо, я когда узнал, что цены повысили, он прислал это своё письмо. Ну, это его оправдание. Там сказано, что цена не повышалась с 2016 года, и что какие-то там у предприятий есть издержки, ну, и в его производстве. Ну, это всё такое дело. По словам Михаила Ферина, этот вопрос будет вынесен на заседание рыбохозяйственного совета, который планируется провести в окружной столице в конце июля-начале августа. Если основной вопрос о повышении цены на лицензию, то мы его с общей помощью, я думаю, решим. Потому что повышает федеральное государственное учреждение, которое находится не у нас, а подчиняется Росрыболовству. Они ведут коммерческую деятельность, это их заработок, но это, честно говоря, мне не очень касается, как они зарабатывают. Мы на этой территории живём, работаем. Поэтому, в первую очередь, власти, которая сидит на местах, это защитить интересы наших собственных. В 2019 году стоимость лицензии на вылов Сёмге выросла сразу на 30%. При этом запретили её ловить в период с 10 вечера до 4 часов утра. Это связано с организацией беспрепятственного прохода рыбы к местам нереста, чтобы она могла восполнить свои запасы. Для любительского лова предоставлено два участка в бассейне реки Печора в границах Ненецкого автономного округа. В соответствии с федеральными рекомендациями в Ненецком округе в нынешнем сезоне можно будет добыть более 17 тонн сёмги, включая промышленное рыболовство. 20 июля истекает срок, установленный поручением президента России Владимира Путина, когда должны быть разработаны новые механизмы в рамках программы по переселению из аварийного жилья. Поправки в жилищный кодекс и ряд других законодательных актов, в том числе в 185-й федеральный закон, сейчас в правительстве и в ближайшее время будут направлены в Госдуму. Об этом пишет российская газета. Глава наблюдательного совета фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин прокомментировал новые инициативы. В частности, он отметил, что необходимы единые для всей страны правила определения величины компенсации собственникам жилья при расстелении аварийных домов. Это позволит избежать социальной напряженности, которая порой возникает из-за разницы в региональном законодательстве. Должен появиться особый порядок признания дома аварийным. Новыми поправками предусматривается, если у человека в собственности находятся несколько жилых помещений в аварийном фонде, субсидия на переселение будет выделена только на одно. Кроме того, по закону, если у людей нет другого жилья, им после выплаты компенсации должны помочь купить новые метры через льготную ипотеку, субсидии, рассрочку и другие формы. Новыми поправками также регламентируется вопрос «Распоряжение земельными участками после сноса аварийного жилья». По мнению Сергея Степашина, эта земля должна быть предназначена исключительно для строительства школ, больниц и других социальных объектов. Продолжение темы получения компенсации за аварийное жилье. На заседании администрации Ненинского округа рассмотрены изменения в законопроект, касающиеся подхода к оценке домов, в которых граждане могут приобретать жилье взамен аварийного. Согласно действующей редакции закона, гражданин, подлежащий переселению из ветхого и аварийного жилья, имеет право на получение компенсации для самостоятельной покупки квартиры. При этом приобретаемое им жилое помещение не может находиться в доме, износ которого превышает 30%. Чтобы доказать степень износа здания, претенденту на компенсационную выплату необходимо за свой счет инициировать дорогостоящую процедуру оценки здания, в котором приобретается квартира. Законопроектом, рассмотренным на заседании, предлагается упразднить процедуру оценки износа в случае, если возраст дома не превышает установленных предельных сроков его эксплуатации. Мы предлагаем, если вкратце, поставить его в соответствии с дружным восстановлением Министского хорного управа 2013 года, через 15-б, где оценка требуется для здания кирпичной монолитной и панельной исполнения, которая больше 15 лет, для быстрого уронения здания не больше 10 лет, и для здания решатого исполнения, не более 7 лет. Только в случае истечения этих сроков эксплуатации гражданину для получения компенсации на покупку жилья будет необходимо подтвердить процент износа здания. Напомним, законодательная инициатива губернатора Ненинского округа Александра Цибульского о выкупе аварийного жилья была принята окружным собранием в 2018 году. Документ вступил в силу в 2019. Согласно законопроекту, предусматриваются дополнительные условия для расселения аварийного фонда путем предоставления гражданам компенсационных выплат. Они предоставляются для приобретения в собственность иного жилого помещения. Целевое использование полученных выплат требуется подтверждать документально. Исключением является наличие в собственности граждан иного благоустроенного жилого помещения, отвечающего условиям, указанным в законопроекте. На учете по получению выплаты и по состоянию на сегодняшний день состоит 134 человека. Со времени вступления закона в силу компенсации воспользовались 20 жителей округа. В Ненецком округе планируют скорректировать механизм квотирования рабочих мест для инвалидов. Соответствующий законопроект на очередном заседании администрации Ненецкого округа представил исполняющий обязанности руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа Павел Шевелев. По его словам, есть работодатели, которые обязаны квотировать рабочие места, но не всегда могут это сделать в силу особенностей трудоустройства. Планируется, что в этом случае работодатель сможет по соглашению со сторонней организацией создать в ней за счет собственных средств социальные рабочие места для инвалидов. Напомним, для организации региона численностью свыше 100 человек квота для приема на работу инвалидов установлена в размере 3% от средней списочной численности работников. Для организаций со штатом 50-100 человек квота составляет 2%. По информации профильного ведомства, сегодня в 67 организациях региона установлена квота на 198 рабочих мест для инвалидов, из них занято 141 рабочее место. При этом на учете в Центре занятости населения состоит 24 человека, относящихся к категории инвалид, из них в статусе безработным 20 человек. Проект закона принят на заседание администрации с учетом поправок и предложений и будет направлен в собрание депутатов Ненецкого автономного округа. Единый реестр малого и среднего предпринимательства. Для чего он создан, какие преимущества дает, узнала моя коллега Наталья Кислякова. Подробнее в следующем сюжете. Посмотреть единый реестр предпринимателей можно на сайте rmsp.nalog.ru Если вас интересует конкретная организация, необходимо ввести ее название или данные предпринимателя. Удобный поиск покажет наименование субъекта, категорию, регион и дату включения в реестр. Преимущество, которое позволяет получить включение в данный реестр, это первое, конечно, государственная поддержка. То есть господдержка оказывается только тем, кто есть в едином реестре МСП. Также законодательством РФ предусмотрено, что в госзакупках, например, могут участвовать определенные субъекты бизнеса, и они должны подтвердить свой статус. И подтверждается этот статус в том числе и выпиской из единого реестра. В случае, если предприниматель отсутствует в реестре, необходимо уточнить, по каким причинам и подать соответствующее заявление. Внесение сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях введен реестр и исключение таких сведений из него осуществляется Федеральной налоговой службой. Исключается также один раз в год, 10 августа, по причине того, что предпринимателям не представлены, опять же, сведения о средней списочной численности рабочих, налоговые декорации или представлены не в срок, либо он перестал удовлетворять критериям малого и среднего предпринимательства, то есть установленных федеральным законом. То есть нахождение там, оно связано только, в первую очередь, точнее, со своевременными сдачей отчетности, налоговой отчетности и сведению о средней списочной численности рабочих. То есть это залог, скажем так, нахождения в этом реестре. Добавлю, во избежание негативных последствий для бизнеса стоит обеспечить включение информации о предпринимателе в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. В Центре развития бизнеса Ненецкого округа продолжают принимать заявки от предпринимателей на выдачу микрозаймов на продвижение своего дела. В чем польза и выгода таких микрозаймов, кто может рассчитывать на поддержку, узнаете из нашего следующего сюжета. Предпринимательская деятельность, как правило, связана с нехваткой денежных средств для текущих потребностей и развития новых проектов. Именно с этим и столкнулся начинающий бизнесмен Эдгар Акопян, который два года назад решил открыть свою строительную фирму. За помощью молодой человек обратился в фонд поддержки предпринимательства Ненецкого округа. На самом деле он стал таким мощным драйвером, толчком для меня, потому что своих денежных средств мне не хватало. И фонд поддержки предпринимательства предоставил мне данный заим. Я смог закупить очень много строительного материала, соответственно, увеличить свой оборот и взять больший объем работ, и развиваться, и развивать динамичную свою компанию. И увеличивал в два раза 60 сотрудников своих. Благодаря этому. Микрофинансирование является существенной мерой поддержки малого бизнеса, поэтому пользуется популярностью. Получить микрозайм можно на срок от трех месяцев до пяти лет. На самом деле здесь очень выгодно брать кредит, потому что данный кредит является все-таки, как сказать, по финансовой части брать дифференцированные платежи. У него получается, мы платим всегда большую часть основного долга и небольшую часть процентов. И каждый месяц у нас все одинаково. Не как в обычном банке, когда у нас съедается большая часть платежа, это проценты, а потом только маленькая часть основного долга. Поэтому это очень выгодный продукт. И им просто очень выгодно пользоваться. Количество обращений за микрозаймами ежегодно растет. Увеличивается и объем выдачи денежных средств. Стоит отметить, что в этом году фонд получил субсидию из федерального бюджета в сумме порядка 55 миллионов рублей. И предлагает своим клиентам 8 видов микрозаймов. Мы готовы предоставить микрозаймы в сумме от 100 тысяч рублей до 5 миллионов рублей. То есть максимальная сумма займа составляет 5 миллионов рублей. Во-вторых, процентная ставка. Ставка варьируется от 5 до 10% годовых. Для начинающих предпринимателей, для предпринимателей, занятых в сельском хозяйстве, рыболовстве, ставка составляет 5%. Если вы хотите приобрести основные средства, например, купить транспорт, оборудование, коммерческую недвижимость, в данном случае ставка составляет 6% годовых. Для пополнения оборудованных средств, то есть, например, на закупку товара, на оплату текущих расходов, на ремонт транспортных средств, ставка составляет 9% годовых. И по программе на доверие ставка 10% годовых. Еще одно направление деятельности фонда – предоставление поручительств по банковским кредитам. Максимальная сумма поручительства на сегодняшний день составляет 3 миллиона рублей, но не более 70% от суммы кредита. Если вам нужна большая сумма поручительства, то можно воспользоваться поручительством банка МСП или корпорации МСП. Срок кредита, за которым мы готовы поручиться, составляет порядка 15 лет. Вознаграждение за предоставление поручительства 1% годовых от суммы поручительства – это для приоритетных отраслей, которые установлены постановлением администрации, и 1,5% для поручих клиентов. Срок рассмотрения заявки на поручительство составляет до 3 рабочих дней. Почти все программы микрофинансирования предусматривают наличие залога. Для получения займа предпринимателю необходимо предоставить пакет документов, рассмотрение которых займет до 10 рабочих дней. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В Ненецком округе набирает обороты программа по добровольной сдаче нелегального оружия за вознаграждение. Для законопослушных граждан это возможность получить неплохие деньги за каждый найденный предмет вооружения – до 15 тысяч рублей. А для владельцев подпольных арсеналов это еще и способ избежать уголовной ответственности, без судимости и других негативных последствий. К слову, наказание за незаконный оборот оружием, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств взрывания включает лишение свободы на срок до 12 лет. В соответствии с уголовным кодексом Российской Федерации лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящиеся у него оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства освобождаются от уголовной ответственности. Помимо этого, участники программ получают право на денежное вознаграждение. В текущем году жителями округа добровольно сдано 9 единиц незаконно хранящихся у них оружия, 1 сигнальный пистолет и 8 единиц боеприпасов, за что ими получен денежное вознаграждение. Общая сумма выплат составила более 30 тысяч рублей. Одной из участниц программы по добровольной сдаче оружия за вознаграждение стала 66-летняя жительница Мурманска. Женщина прилетела в Наринмар в связи со смертью супруга. В квартире мужа она обнаружила гладкоствольное охотничье ружье 28-го калибра. Как оказалось, оружие было скрыто от учета. По окончании проверки мурманчанки выплатят премию. Чтобы последовать ее примеру и стать участником программы, достаточно сообщить о нелегальном оружии сотрудникам Росгвардии, дежурную часть окружного управления МВД или участковому уполномоченному полиции. Круглосуточно работают телефоны 02, 102 и 112. Жители Наринмара, официально зарегистрированные на его территории, после прохождения военной службы по призыву в вооруженных силах России увольнения в запас, могут получить поддержку из городского бюджета. Сумма разовой материальной помощи составляет 15 тысяч рублей. В первом полугодии текущего года выплату после увольнения в запас после прохождения военной службы по призыву в вооруженных силах получили 35 горожан. На осуществление выплаты с городского бюджета выделено 525 тысяч рублей. В 2018 году выплату получили 40 ребят на общую сумму 600 тысяч рублей. Для получения выплаты необходимо подать заявление в администрацию Наринмара в течение трех месяцев с момента увольнения в запас. К заявлению необходимо приложить копии паспорта и военного билета. Заполненный бланк можно подать лично уполномоченным представителям или по почте. Материальная поддержка проводится в рамках муниципальной программы «Молодежь». Добавлю, аналогичная помощь оказывается демобилизованным срочникам и в Заполярном районе. Заявлением в этом случае необходимо обращаться в районную администрацию. В Нинецком округе подвели итоги сдачи единых государственных экзаменов. В этом году количество участников основного периода составило 312 человек. Еще 17 человек сдавали ЕГЭ в досрочный период. При этом 301 экзаменуемые выпускники текущего года. Еще 7 человек – студенты средних профессиональных образовательных организаций и 4 выпускника прошлых лет. Каждому из них предстояло сдать два обязательных экзамена «Русский язык и математику», а также по выбору до 9 предметов. Для проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования были задействованы три пункта проведения экзаменов. На базе 1-й и 5-й школ еще один пункт был создан на дому. По некоторым предметам результаты улучшились по сравнению с 2018 годом, по некоторым они снизились. У нас улучшились результаты по такому трудному, сложному предмету, как математика. И на базовом уровне, и профильный уровень математики ребята написали работы лучше, чем в прошлом году. Также улучшились результаты по физике, по информатике результаты у ребят улучшились и по биологии. Средний балл выше, чем в 2018 году. Однако стоит заметить, что по таким предметам, как русский язык, литература, химия, общество знаний, английский язык, результаты средний балл снизился. В общей сложности по итогам основного периода сдачи ЕГЭ аттестат об окончании среднего общего образования не получили 11 человек. Школьники не сдали один или оба из обязательных экзаменов как в основной период, так и в дополнительный. Для них возможность следующей сдачи наступит только в сентябре. Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север ВКонтакте». Далее смотрите прогноз погоды.